приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 19 июля и начинается моя новая 146 вышивальная рукодельная и не только неделя начинается она у меня с моего процесса воскресенье да сегодня понедельник вчера у меня был день рождения я вчера успела вышить по моему то ли 120 крестиков короче что то такое ну это слава богу сегодня мне ехать на тренировку мы только что пережили какой-то катаклизм в киеве все смыло все затопило все повалило короче все плохо жуткий был ли ведь с грозой с громом но зато хоть немножко упала температура потому что это уже было просто тоже переходила все границы возможные невозможные в общем сегодня повышевая свой процесс воскресенье конечно воскресенье вот тоже нужно будет повышевать но я по нему откровенно говоря соскучилась это моё утро на озере или утреннее озеро от dimensions это мини-голд и вот так вот он у меня выглядит на данный момент я только что кстати в саге расставила все свои процессы из недели стартов расставила их по процентам сколько у меня уже выше там и вот так вот это у меня все выглядит больше всего вышита в калибре 2005 года сорок и два процента но она сама по себе просто маленькая 37 9 досталась цветочному сэмплеру это мой процесс вторника и завтра я обязательно к нему вернусь там нужно вышивать бэкстич 37 4 у меня на птички вот ины пешковой всего 13 на вот этом вот процессе 8 и 4 на вот этих вот двух калибри они если честно как-то очень мне плохо идут там 32 аккаунты как-то как-то что-то очень очень плохо они двигаются и еще хуже двигается у меня вот этот вот сэмплер с калибре тоже очевидно по причине 32 аккаунта вот такая вот у меня история откровенно говоря еще мне нужно начинать вышивать вот эту вот летнюю лисичку в подарок еще мне нужно вышивать на этой неделе обязательно мой замок юнона лебединый замок я его сегодня привезу на дачу вот этот процесс у меня продвигается это околоти от фрузелка окраины и также еще вот этот вот процесс мне тоже нужно начать я уже собрала на него нитки осталось действительно просто отдела за малым начать и закончить вот вот такие вот у меня планы не знаю что из этого продвинется у меня на этой неделе но опять же соскучилась я по своему утреннему озеру так что сейчас надеюсь что часик а то и два я смогу его повышевать если вам интересно как сложится моя вышивальная жизнь на этой неделе оставайтесь со мной доброе утро уже среда 20 не то вторник 20 июля что-то я прям тороплюсь вчера я вышила всего 236 крестиков но это ничего потому что ближайшие три дня у меня официальным объявляются днями вышивальными ближайшие три дня мне никуда не надо ехать с дачи поэтому я смогу спокойно на вышиваться начинать на вышиваться я собираюсь с той же работы с моего мини-голда потому что опять же повышевала его вчера и совсем чуть-чуть но сегодня у нас вторник и мой процесс этого дня и за недельки это мой цветочный сэмплер это на самом деле горячо любимый мною процесс от dimensions garden favorites и на данный момент он у меня выглядит вот так мне нужно сделать бэкстич на вот этой вот части потому что пока я его не сделаю я соответственно не могу перемотать выше и продолжить вышивать крестики чего мне бы очень хотелось поэтому сегодня я буду скорее всего вышивать крестики полукрестики в мини-голде вот dimensions и буду вышивать здесь бэкстич так вот бэкстич это тоже дело нужное без него мой процесс дальше не двинется так что приступаем еще я хотела показать вам вот такую вот красотку смотрите с большой вероятностью это я кто помнит наталья филипповна помните которая мне дарила бусики много бусиков она прислала мне подарок на день рождения вот такую вот куклу она ее тоже делает сама как бы вам ее так покрутить а ну момент вот посмотрите какая красотка такая вот у нее юбочка тут у нее штанишки вот у нее сгибаются прости у нее сгибаются тут ножки ее можно посадить смотрите какие здесь элементы такие бусинки с другой стороны и у нее в руке бобинка от фрузилка с ниточками меланжевыми я думаю что это скорее всего нужно отвязать и использовать наверное хотя вот я только что задумалась что если она это я она на меня похоже немножко хотя бы цветом волос то наверное предусматривается что она должна просто это держать вот она просто не остается с таким аксессуаром но не знаю мне кажется что это можно куда-то пустить вход в общем вот такая вот у меня теперь появилась красотка вот она у нас пока сидит она сидит самостоятельно ее даже не нужно ни обо что облокачивать тут у нас обычно стоит ваза но ваза сейчас с цветами на другой стороне вон они и еще я вам не показывала вот эту вот ракушку судя по всему таки правильно говорить мама привезла из Турции мы ее купили в сувенирном магазине у мамы вообще слабость к всяким этим ракушкам и она всегда хотела себе большую и в общем вот такую вот громадину посмотрите вот вот моя рука вот ладонь представьте себе размеры этого всего мы ее купили потом очень долго вычитывали что можно что нельзя вывозить из Турции в общем с нами в ручной клади выехала вот такая вот огромная ракушка я если честно таких огромных я боюсь даже трогать как то так как то так вот я ее я таких огромных даже наверное никогда не видел ну вот сбылась мечта и мы среди прочего привезли еще и ее добрый вечер если вы слышите шум а его я думаю очень сложно не слышать это дождь уже вечер уже половина девятого я думала больше это просто у нас так затянуло поэтому стемнело у нас обычно еще это время светло в общем я за сегодня вышла 1044 крестика что меня несказанно радует мне кажется я буду стараться перекрикивать дождь хорошо мне кажется что работа моя значительно подросла я практически закрыла еще один угол конечно было очень очень много полукреста очень много черного полукреста в 4 сложения зеленого полукреста тоже 4 в 4 сложения и потом я приступила непосредственно к домику домик полностью идет крестом в два сложения я думаю что с крестиками полукрестиками я на сегодня уже заканчиваю и сейчас буду приступать к бэкстичу на своем цветочном сэмплере к сожалению я собиралась на следующей неделе снимать впечатление месяца но к сожалению у нас пришли неутешительные новости наш сосед рядом который купил участки он собрался строится причем собрался строить не один дом а несколько какие-то коттеджи под сдачу и ближайшие из них за полтора метра от нашего забора вот того самого забора где стоит качелька уже в конце этой недели пригонят трактор будут рыть котлован такое скорее всего это гром скорее всего впечатление июля мне придется снимать дома я конечно меня к жизни к такому не готовила но мне кажется дома лучше чем облепленная пылью под романтичные звуки выкапывания котлована единственная радость это то что когда построится этот сосед то наши ужасы закончатся потому что уже построятся все соседи но конечно этот момент нам предстоит пережить конечно полтора метра от забора я представляю сколько у нас будет пыли это что-то чем-то но опять же ничего мы с этим сделать не можем у меня завтра послезавтра еще вышивальные дни и завтра я даже не знаю чтобы ли такого повышевать не так давно не имела много времени для вышивки и эту работу хочется но я думаю это все таки меня процесс воскресенье я думаю к ней воскресенье точно вернусь я вот думаю возможно браться за юнону наверное пора да все таки 20 какое-то там число поэтому думаю что завтра уже буду браться за юнону а еще мы кажется наконец-то приучили кошку катабудки теперь она здесь прячется от дождя вон все льет цветы наши мокрые все мокрое куда ты полезла если тебя хвалю залезть назад залезть назад говорю жилище маленькое на свое итак я готова поделиться с вами своими первыми впечатлениями по бэкстичу на данной работе да вот это все что я умудрилась сделать пока что здесь бэкстичем обводится практически каждая клеточка если посмотреть поближе где-то я через две делала клеточки в но в большинстве своем это через одну клеточку это делается долго и я думаю вы помните если не помните я скажу что я не считаю какие-то другие стишки кроме крестиков которые сага пересчитывает в крестики в мир сага пересчитывает в крестики бэкстич я в свою таблицу это не вношу то есть я вношу только крестики полу крестики но вот если верить саге вот этот вот участок то есть вот отсюда да и вот этот вот это 230 крестиков так пересчитала сага то есть я себе могла бы сейчас записать 230 крестиков но делать я этого не буду не буду уже сбивать свою систему подсчета но это будет долго друзья мои это будет реально долго я просидела наверное час я сделала вот такой вот уголочек ну не час хорошо там 40 минут но я сделала вот такой вот уголочек это только рамочка это я еще не переходила на сами сюжеты это только рамочкой только одним цветом короче судя по всему мне нужно будет бэкстич в этой работе делать параллельно с вышивкой других процессов каждый день вот так вот по чуть-чуть потому что я очень хочу добраться вот туда но судя по всему будет это очень не скоро доброе утро у нас уже среда 21 июля и я показываю вам свои вчерашние подвиги если пересчитывать кто ориентируется таким образом количество вышитых мною стежков бэкстича в крестики то это получилось по моему 760 крестиков а участочек я отбекала очень небольшой то есть вот все что с этой стороны синим вот эти вот все штучки полностью вот эту вот надпись favorite ну вот снизу не видно но там тоже есть везде есть кроме букв и вот эту вот часть полностью все все я на это потратила какое-то сказочное количество времени более того я еще посмотрела это только один цвет бэкстича я еще посмотрела сколько здесь будет зеленого сколько бэкстича в каждом этом цветочки короче тут вышить сам дизайн это по-моему даже не пол дела ну вот или пол дела вот ровно знаете 50 еще 50 процентов это вот этот вот бэкстич так что я уже оставила всякую надежду в ближайшем будущем приступить снова крестиком на этой работе но мне понравилось вчера вечером вышивать на ней бэкстич потому что раньше как там когда-то я был злой или какой-то тут у меня велосипеда не было вот раньше я не любила откладывать бэкстич на вечер потому что а это плохое освещение вот уже там при естественном освещении надо или бэкстич вышивать я себе купила нормальную лампу я поняла что все равно когда бэкстич вышивать если нормальное освещение поэтому мне вот понравилось днем вышивать крестики вечером вышивать перекстрич опять же в те дни когда у меня дни без вот этих вот приключений лягушки-путешественницы а таких дней у меня еще целых два, сегодня и завтра правда завтра я подумываю наконец-то снять сборку моих этих брелков от волшебной страны уже попора сколько там они уже две недели лежат вышитые ну вы знаете, сборка это я на это долго решаюсь, в общем сейчас эту работу я буду откладывать до вечера и вот такая многоэтажная конструкция у меня здесь была, сейчас я вам покажу свой лебединый замок от фирмы Юнона вот так вот он у меня должен выглядеть в перспективе вот так вот он у меня выглядит сейчас 53% 56% обманываю 56% у меня на данный момент есть мне нужно вышивать каждый месяц по 4000 крестиков и пока что за месяц июль я вышила 300 так что еще 3700 крестиков ждут меня впереди буду приниматься за эту работу и посмотрим как она у меня изменится за эту неделю я надеюсь, что все-таки на этой неделе все эти 3700 крестиков мне удастся вышить конечно оптимистично учитывая мои продвижения вообще июльские печальные даже более чем печальные но надеюсь, что у меня это получится почти 6 часов вечера и 1010 крестиков на моей работе готовы я двигаюсь со скоростью 272 крестика в час что для меня вообще какая-то нереальная скорость я не знаю почему у меня эта работа полетела и тьфу-тьфу-тьфу пусть так и будет я уже сомневаюсь что я сегодня буду вышивать бэкстич если у меня так отлично идут крестики то, наверное нужно делать крестики основное внимание я уделила левой стороне я позашивала здесь зеленым и да я думаю вы это видите не увидеть это сложно у меня наконец-то в работе появились голубые цвета один нет вру два вот этот вот и вот этот много голубого будет у нас сверху и вот оно начало появляться это по-моему давайте посмотрим там у нас будет и вода и небо а ну-ка так значит это у нас вода да вот здесь вот у нас вода и вот здесь у нас тоже вода тут еще будут горы горы кстати по-моему вышиваются вот этим же самым цветом которым здесь у меня вышивалось это озерцо но я уже не стала туда лезть прям настолько наверх потому что у меня получается двигается вот как левая часть двигается и правая часть двигается а середина как-то проседает у меня так было и раньше в этой работе у меня здесь на самом деле еще я уже вон куда уползла вверх а у меня еще вот здесь вот есть незашитые участки в самом замке так что сейчас я переключилась на сам замок здесь участки вышивки такие поменьше то есть меньше крестиков вышиваются каким-то каждым конкретным цветом но в общем я очень довольна своими сегодняшними продвижениями и я так себе думаю не знаю меня это как-то воодушевляет что вот я вышила тысячу крестиков это самолет летит вышила тысячу крестиков это вот в счет сегодняшнего дня все что выше вот этой тысячи крестиков это все в счет одного из тех дней когда я вышивала очень мало то есть например выше 1500 ну предположим вот будет у меня тысячу крестиков как бы за сегодняшний день и еще 500 например можно будет приплюсовать к тому дню когда у меня было 48 и уже будет не 48 а 548 вот так вот как-то я думаю не знаю Меня это как-то радует, в общем, такие мысли. Сейчас придется мне немножко прерваться в своей вышивке, а потом, я думаю, где-то через часик вернусь я снова к своему лебединому замку и буду пробовать сделать еще крестиков. Итак, ровно 12 часов, и мое продвижение за сегодня 1600 крестиков. 1600 крестиков. Такого не было настолько давно, что я даже не помню, когда в последний раз такое было. Я вот сейчас смотрю на свою таблицу, но походу летом такого у меня еще не было. Я безумно довольна. Вот бы еще завтра такой вышивальный день. Было бы просто шикарно. Видите это место? Это место, где я должна была бы снимать сборку брелков от Волшебной Страны. Слышите эти звуки? Это звуки того, что я, походу, не буду снимать брелки от Волшебной Страны. Хотите видео с таким аккомпанементом? Думаю, нет. Так, все. Я сажусь вышивать, вышивать свой лебединый замок. Мне осталось еще чуть больше 2000 крестиков вышить в этой работе в июле. Но я думаю, что надолго я ее откладывать не буду. И в первых числах августа, а это уже, по-моему, на следующей неделе, я снова вернусь к ней, к выполнению своего уже августовского плана. Потому что, как вам сказать, если все, что я и не только я себе напланировала, будет хорошо, то в августе у меня не будет много времени на вышивку больших работ. Поэтому Юнону нужно продвигать. Другие мои большие работы тоже нужно продвигать. Я думаю, вы видите, что на этой неделе у нас нет миниатюра недели. Честно, мне сейчас не до миниатюр. Настал тот момент. Вот, пожалуйста, конец июля. Я впервые за год сказала, что мне сейчас не до миниатюр. Им прекрасно досталось внимание в моей поездке. И я думаю, что в августе еще будет время, когда я буду вышивать миниатюрки. Поэтому сейчас хочется сконцентрироваться на больших работах. Так что все. Начинаю я вышивать свой замок. Посмотрим, что мне удастся вышить за сегодня. Конечно, мне бы очень хотелось повторить мой вчерашний подвиг. Но посмотрим. Небольшое включение для вышивальной недели. Вот в таком вот бардаке. Я все-таки пытаюсь собрать свои брелки. Два брелка я уже собрала. Я надеюсь, что это видео вы уже могли видеть. И сейчас я собираю третий брелок. Но я говорила, что я хочу собрать их несколько не таким образом, как предполагал производитель. Поэтому в два вот этих вот брелка я зашила, как и предполагалось, вот такие вот пластиковые кружочки для жесткости. А вот в этот вот брелок я сейчас начала, и вроде как у меня это получается, зашивать вот такую вот штуку. Это ключ от домофона. Я хочу повесить этот брелок на ключи. И действительно, чтобы он выполнял не просто какую-то декоративную функцию, а очень даже прикладную. Поэтому я сейчас попробую вшить туда эту штуку. И я надеюсь, что у меня это дело получится. Все, у меня получилось. Смотрите, какой получился пузатенький брелочек. Но, кстати, такой тяжеленький. Но все. Сейчас повешу его на ключи. Посмотрите, какой вышел этот тонкий. Какой вот этот пузанчик. Что буду пользоваться? Кошка. Спит. Ну, проснется, я ей покажу. Я думаю, ей понравится. Добрый уже день. У нас 23 июля, пятница. Да. В общем, вчерашний мой вышивальный день закончился на цифре 1155 крестиков. Не 1600, конечно, но тоже хорошо. Я подняла свою среднюю цифру крестиков за день. У меня там было что-то 400. Сейчас уже прям 521. Правда, в предыдущие месяцы там было и тысячи, и 900, и 890. Но пока так. В общем, я даже не знаю, я вот сейчас озвучила эти цифры. Я думаю, вот надо еще раз проговаривать вот эту вот всю историю про то, что у меня в вышивке нет никакой обязаловки. Я это все считаю, потому что это приносит мне удовольствие. Я это все считаю, потому что я хочу вышить все, что у меня запланировано. Стоит ли проговаривать этот текст? Мне кажется, наверное, все-таки стоит. Потому что у многих людей подсчеты ассоциируются с чем-то не очень хорошим, с каким-то принуждением. Но не у меня. По крайней мере, не в этом случае. В общем, осталось мне вышивать эту работу в июле 1100 крестиков. Мне нужно вышить. Хотелось бы мне, конечно, вышить их сегодня. Но у меня будет сейчас максимум 2 часа на вышивку. И вернусь я потом домой. Ну, в смысле, на дачу. Наверное, около 10 часов вечера. Не знаю, что из этого получится. Но, в общем, надеюсь, что что-то получится. Замок вышивается, конечно, медленнее. Замок пошел сложнее, чем вот эта вот зелень шла. Зелень там хоть, конечно, и такая шахматка. Но, по крайней мере, эта шахматка, она одним цветом. То есть, вот ты берешь один цвет и эту шахматку вышиваешь. Здесь, в замке, очень часто нужно нитку менять. Здесь очень во многих местах реально по 2 крестика. Вот я вчера вышивала 2 крестика закрепка, 2 крестика закрепка, 3 крестика закрепка. И вот так. Это, конечно, замедляет процесс. Но я уже жду не дождусь, когда я вам смогу показать фото до-после этой недели. Мне кажется, что там будет на что посмотреть. По крайней мере, я так вышиваю. И у меня еще верх так близко. Но я правда знаю, что там еще нормально так канвы замотано. Но такой вот зрительный обман, что верх уже так близко. И кажется, что та уже почти заканчивая. Но на самом деле до конца этой работы еще далеко. И говорила я вам вчера про то, что не буду сейчас особо как-то концентрироваться на миниатюрках. Но я вспомнила, что мне нужно вышить в июле еще одного ангела. Ангела тропического. Поэтому его, да. Вот еще одна миниатюрка у меня точно в июле должна быть. Ну что, пойду немножко повышиваю. Я приехала домой. И мало того, что я уже забрала один подарок. Вот он здесь. Но я не сдержалась, я его открыла. Покажу вам уже, наверное, на даче. Это подарок для моей подруги уже в коробке. Там внизу мультиварка, которую мне нужно притащить на дачу. Но больше вам скажу. Мне курьер принес вот такой вот огромный просто пакет Почты России. Огромный тяжелый пакет Почты России. В котором я не знаю что. Абсолютно не знаю что. Я не знаю, как мне дождаться до завтра. Мне подруги все говорят, открывай. Но я же хочу с вами открыть. Короче, походу мне придется ждать до завтра. И завтра утром открывать. И как-то это все мне нужно будет отвезти на дачу сегодня. Доброе утро. У нас утро субботы, 24 июля. Практически неделя прошла с моего дня рождения. Вот завтра будет неделя. Но я продолжаю распаковывать подарки, что, конечно, безусловно круто. Вчера без вас я распаковала посылку от моей зрительницы Ирины. И в этой посылке были два вот таких вот набора. Два набора от Lucas. Наборы парные. У них артикул вон B2385 и 2386. Я думаю, что многие знают эти цветы. Я тут залезла в тень. Я надеюсь, что такое солнце романтичное сквозь деревья не помешает нам рассмотреть, потому что выдвигаться на солнце, если честно, вообще абсолютно не хочется. Вот такая вот у нас будет красота. И вот такая. Вот такая вот классная будет пара. Очень красивые наборы. Спасибо большое. Это, судя по всему, да, это крест. Это не гобелен. Лесточек. Тут у нас вот такая вот комплектация. Классные они. Я даже не знаю, стоит ли тут заменять ткань. Но посмотрим. В общем, классные. Конечно, жалко, что Lucas на своих обложках делает скрин. Вот как-то меня всегда озадачивает, когда производитель делает скрин на обложке. Но мне кажется, что должно получиться красиво. Нитки очень красивые. Спасибо огромное, Ирина. Мне безумно приятно. Отправляются эти наборы в мою цветочную коллекцию наборов. И я надеюсь, что хотя бы один из них как-то долго не залежится. Посмотрим. Возможно, внесем в планы на следующий год. И давайте посмотрим с вами посылку. От Екатерины. Вот такая вот огромная посылка. Из России. Из Москвы. Дело в том, что я сейчас буду иметь огромные сложности в том, чтобы найти Екатерину. Потому что я припоминаю, что я кому-то давала адрес. Но это было давно. Это реально было давно. И я, конечно, буду пытаться. Но если это вы, во-первых, спасибо вам огромное. Во-вторых, напишите мне. Я думаю, что, скорее всего, мы в Инстаграм с вами переписывались. Но это действительно было давненько. Кстати, принес посылку курьера. Принес по адресу моему паспортному, который не является адресом фактического моего проживания. Первый раз такое, что курьер приносит посылку. Но не было никакого там ни на телефон уведомления. То есть ничего. Просто позвонили в дверь и принесли. Ну что, давайте с вами открывать. Огромный тяжелый пакет. Хищный нож. И будем с вами смотреть. Я так предварительно прочитала что-то, но еще, как вы понимаете... Ага, все не так просто. Все далеко не так просто. Здесь еще один пакет. Так. Ничего. Это тоже сейчас как-то распакуем. Закрыли прям на совесть. Мне тут кошка пришла, смотрит. Что ты делаешь? Так. Все. Есть такое дело. Это еще не все, друзья мои. Там третий уровень обороны. А нет. Не совсем. Ух ты. Ух ты. Так, подождите. Ой-ой-ой. Вы видите, что тут происходит? Так. Давайте как-то поочередно. Здесь еще осталось в пакете. Давайте я пока отложу. Будем рассматривать это. Смотрите, какая красота. Так. Это что? Это, я так понимаю, остатки ниток Dimensions. Спасибо большое. Это, я так понимаю, у Екатерины осталось от какого-то набора. Тут даже по артикулу вот этому вот можно посмотреть от какого. Она мне прислала остаточки ниток. Тут даже вот эти вот отдельные пасмы, где много. Спасибо огромное. Это, безусловно, пригодится. Так, 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 так. Так, я не хочу подглядывать набор от РТО. Время весны. А теперь вот просто... Ммм, боже, какая красота. Посмотрите. О, я нашла тень. Посмотрите. Класс. Я так понимаю, это же сама делала, наверное, Екатерина. Посмотрите, какая красота. Класс. Смотрите, что я вам хотела показать. Вот этот вот набор. И вот эти два. Слушайте, ну это же реально, это трио. Посмотрите. Насколько оно классно смотрится все вместе. Вообще просто шикарно. Цветовая... Оно же одинаковое почти. Посмотрите, те же самые вот эти вот тюльпаны розовые, что здесь, что здесь. Вообще абсолютно та же самая цветовая гамма. Ну, мне кажется, это... Ну, просто... Вот нарочно не придумаешь. Это просто шикарно. Ух ты! Здесь даже есть часовой механизм. Смотрите. То есть это не просто нужно потом где-то докупать. Здесь даже с часовым механизмом. Слушайте, ну мне кажется, их вот прям надо реально вместе. Всех. Давайте я вам вот так вот покажу, где солнца нет. Кто хотел вышивальную неделю на час с лишним, вот, походу, сейчас вам будет. Ну, это вот просто... Это оно. Вот. Они созданы для того, чтобы быть вместе. Реально посередине вот эти часы, и тут две картины по бокам. Мне кажется, это вообще шикарно. Класс. Так. Я уже успела подглянуть. Здесь вот такой вот самурай. Такой вот наборчик. Класс. Спасибо большое. Так. Я не буду подглядывать. Так. Здесь набор у нас от РТО. Я, кстати, даже никогда такого не видела. Смотрите, какой дизайн. Такой какой-то пруд. И скамейка. Тут какое-то покрывало или какой-то пледик лежит. Класс. Очень такой умиротворяющий сюжет. Здесь у нас вот ниточки. Здорово. Я серьезно даже никогда такого не видела. Мне кажется, он не должен быть сильно большой. Хотя написано 34 на 25. Красивый. Так. Здесь у нас набор от Риолис. Сколько всего. Набор от Риолис. Это у нас... А, здесь у нас без названия. Я так понимаю, да. Здесь у нас такие вот птицы. Соседи. Тоже очень красивые. И набор черивна мыть, который преодолел загадочную дорогу из Украины в Россию назад. Это у нас летний дворик. Вот. Вот такой вот дизайн. И здесь, по-моему, вышивается какими-то специфическими стежками. Ну, тут у производителя не написано. Но вот если присмотреться... Давайте я максимально близко покажу. Видите, вот эти вот красные цветы. Они вышиваются чем-то. И вот здесь вот цветы. Это, наверное, руко-ко такие? Мы посмотрим. Скорее всего, да. Класс. Очень здорово. Мне кажется, объемно будет смотреться. Спасибо огромное. И все это лежит на вот таких вот двух красивейших... О, у нас даже солнце спряталось, смотрите. На таких вот двух красивейших салфетках. Надо будет уточнить. Возможно, это Екатерина сама делает. Потому что, ну, похоже на пэтчворк. Как бы. Очень красивые. Там было в описании по ссылке написано салфетки. Поэтому я так быстро сообразила. Ну, я так понимаю, декоративные. А, они еще с другой стороны разные. Смотрите. Вообще красота. Обожаю цветы. Это же надо вот такие вот сделать узоры. Давайте посмотрим с вами, что там еще. Потому что, помните, это еще было не все. Я отложила из пакета, чтобы все это... Здесь еще. Я точно знаю, что то, что там пересыпается, это чай. Да. Я вчера прочитала. Смотрите, какой классный. Такой чайничек малиновый. Я вчера прочитала, что чай. И мама такая, распаковывай. Я говорю, я не буду распаковывать. Я подожду с подписчиками распакую. Мама такая, в смысле распаковывай? Короче, посылка до утра дожила вообще чудом. Хочу вам сказать. О, я нашла письмо. Вот. Здесь куча-куча... Ух ты! Не зря я распаковала чай. Здесь куча-куча разного чая. Здесь, смотрите, какая красота. Здесь два маячка. Как вам показать? Вот такой вот. Тут у нас такая фея. Вот. А, может вот так вот? И вот такой изумрудный. Вот. Класс. Очень красивые. И тут, судя по всему... Хотя не факт. Тут написано спасибо за покупку, поэтому не факт, что это. Это, наверное, от чая скорее, чем от... Сейчас посмотрим. А, нет. Слушайте. Загадка за загадкой. Тут, кстати, откуда-то еще выпал такой морской конек классный. Смотрите. Класс. Откуда он тут? И тут... И тут... А, тут магнитики. Это магнитики. Три таких единорога. Это магниты для вышивки. Я так понимаю, что для вышивки. Такие... Такие... Ай! Кстати, переливающиеся такие. Смотрите. Вот. Так. И откуда-то выпал этот морской конек. Давайте его пока сюда положим. Вроде как здесь больше ничего нет в чае. Так. Ага. И здесь ткани. Все. Там тоже было написано на пакете ткани. Здесь ткани для петчворка. Это всегда нужно для каких-то баннеров, для каких-то игрушек. Мне вот сейчас предстоит кое-что делать. Вот такая вот полосочку. Я, кстати, никак не могу... Как это сказать? Промахтыся. Короче, никак меня не хватает на то, чтобы... Когда я выбираю ткани, выбрать такое что-то базовое. Я, если выбираю ткани, мне сразу хочется взять что-то переливающееся. Что-то с глиттером. Что-то с такими вот такого размера цветами. Короче, мне очень сложно взять реально что-то базовое. Что-то однотонное. Что-то спокойное хотя бы. У меня с этим проблемы. Вот такая вот тоже, мне кажется, достаточно спокойная. Кофейная. Причем кофейной много. Даже очень много. Я так понимаю, что это, судя по вот этой вот штуке, это американский хлопок. Скорее всего. Класс. Спасибо. Надо что-то кофейное обязательно вышить. Опять же, вот такая базовая зеленая. Вот мне этого не хватает в жизни. Вот просто базовых тканей. А вот это... А вот это полностью мой стиль. Тут, короче, узоры. И тут еще глиттеры. Вот, вот. Класс. И вот такая вот зеленая. Но она не рождественская. Она какая-то... Даже более вот как летнее весеннее что-то такое. Потому что у меня зеленое, если что-то есть, то оно все действительно рождественское. Класс. Спасибо огромное. Невероятная красота. Вот этот вот набор с часами, это вообще что-то с чем-то. И то, насколько он просто с вот этими совпадает. Вот нитки обязательно разложу. У меня огромное количество неразобранных ниток. Вернусь домой в сентябре и начну этим заниматься. Реально хотя бы по одной вот такой вот планшетке в день. На месяц мне как раз хватит работы. Но надо нитки поразбирать. Потому что они у меня все лежат вот точно в таком же состоянии. И там что-то найти, там черт ногу сломит. Мне когда надо было какую-то нитку найти, все это перелопатить. А так у меня вся коллекция ниток Dimenshes на бобинках. Но мне кажется, что в том месте, где я их храню, мне уже не хватит места, если я все это перемотаю. Короче, нужно будет что-то придумывать по хранению, что-то менять. Ну, конечно, просто огромное количество красоты. Спасибо огромное еще раз Екатерина. И я надеюсь, что я найду вас еще до выхода этого видео. Но если я вас не нашла, то, честное слово, я пыталась, у меня не вышло. Поэтому я буду очень рада, если вы мне напишите. Я вас смогу еще поблагодарить лично, скажем так. Не вживую, к сожалению, но лично. Мое богатство. И все это время кошка рядом. А что ты делаешь? Да, кошка? Без нее ничего не обходится. Так, я наконец-то добралась до вышивки. Четыре часа дня. Я вот вчера вот так вот прям все это бросила. 506 крестиков я вышила за вчера. И в этой работе мне еще нужно вышить 700 крестиков. Надеюсь, что мне удастся сделать это сегодня. Правда, опять же, уже 4 часа, уже пятый час. Я сейчас сажусь за монтаж. Но появились новости. У меня уехала тренер в отпуск на месяц. Везет же людям, да? Короче, у нас, судя по всему, будет только одна тренировка в неделю. Я не знаю, что со мной будет, если я буду тренироваться раз в неделю и просто сидеть вот это вот и вышивать. Но, походу, будет шанс проверить, что со мной станет за три недели без постоянных тренировок, скажем так. Но будем как-то это все пытаться замещать плаванием и делать вид, что поможет. Ладно, давайте о хорошем. Хорошее это то, что, судя по всему, на следующей неделе у меня будет максимально много времени на вышивку. Вот столько, сколько у меня не было. Я даже не помню, когда в последний раз оно у меня, в принципе, было. Ну, разве что на этой неделе вот эти вот, да, два дня. Посмотрим, как это отразится на моих вышивальных подвигах. Я задумалась, мне на следующей неделе надо снимать впечатление месяца. Я еще думаю, смогу ли я это сделать на даче или придется дома. Разберемся. В общем, сейчас сажусь я за вышивку. Завтра мне нужно будет повышивать последний процесс из моей недельки. Это мини-голд от Dimensions, утреннее озеро. Повышевать его, наконец-то, в его родной день, в день, когда я его начинала, в воскресенье. И да, я говорила вам про ангела тропического. Его тоже нужно начинать, но, скорее всего, это будет уже на следующей неделе. Пока все. Приступаю. Очень хочется уже попродвигать мой замок. Так, я смонтировала вышивальную неделю до этого кусочка. И две вещи, которые я вспомнила, сразу вам скажу. Первое. Это я нашла Екатерину, да, которая прислала мне посылку. Я ее уже поблагодарила. Салфетки она действительно делала сама. Это, конечно, вообще... Я себе не представляю, как такую красоту сделать. Очень круто. И второе. Это насчет брелков. Насчет брелка, в который я зашила магнитный ключ от дверей подъезда. Мне задали вопрос. А ты вообще проверяла, будет ли магнит работать сквозь вот эту вот искусственную кожу заготовку? Честно, когда я его туда вшивала, я об этом не подумала. Но я вчера проверила. Работает. Работает вообще без никаких вопросов. Так что, если вам понравилась эта идея, можно смело зашивать. Доброе утро. У нас уже воскресенье. 25 июля. И вчерашний мой день закончился с количеством крестиков 1048. 760 из них досталось моему лебединому замку. И я вам хочу сказать, что моя норма июля в этом процессе полностью выполнена. И даже немножко перевыполнена. 4028 крестиков за июль у меня появилось на этой работе. Большая часть из них за эту неделю. И давайте сейчас я сама, если честно, в нетерпении. Давайте сейчас посмотрим, как выглядела у меня эта работа несколько дней назад, когда я к ней приступала. В ней было, напомню, по-моему, 56%. И на данный момент моя работа выглядит вот так. Сейчас в ней 58,2%. Я не могу пока что оценить до-после. Сами понимаете, оно мне немножко так примелькалось. Оно все постепенно появлялось. Но мне кажется, что работа подросла. Особенно подрасти должен был замок. Потому что на замок действительно ушло очень много времени. И в отличие от зелени, я рассказывала, в замке больше раз меняется нитка. Короче, замок вышивать сложнее, чем зелень. Но я хорошо позанималась на этой неделе постройкой замка моего. И продолжу заниматься этим уже, я думаю, на следующей неделе, возможно. Следующее воскресенье, это у нас первое число. Посмотрим. Или тогда уже там с понедельника, со второго. Приступлю к моему замку. А сейчас я вернусь к своему процессу, который я вышивала, как оказалось в начале этой недели. Это мое утреннее озеро от Dimensions. Оно у меня сейчас выглядит вот так вот. И сегодня, я думаю, что я еще позанимаюсь им. И, возможно, потом таких бэкстичем на садовом сэмпле. Короче, разберемся. Пока что приступаю к этой работе. Тот момент, когда у кошки отпуск удался. Что это? Что это такое? Кто это тут раскинулся? Еще и листочком сверху. Ой, ей так хорошо, что я же прям завидую. А вот и он пришел. Вечер. Давайте покажу вам, как выглядела в прошлый понедельник эта моя работа. Вот, что у меня было вышито. И вот, что у меня вышито сейчас. Уже в воскресенье. Досталось этой работе сегодня моего внимания немного. Всего 411 крестиков. На самом деле, у меня уже без 15,7. А да, 411 крестиков. Как-то мне сегодня... Вот, мне задают вопросы. А не устаете ли вы вышивать? Не надоедает ли вам вышивать? Обычно нет. Но вот сегодня как-то что-то не пошло. Возможно, это связано с крестиками на 18-й конве. Я очень давно уже не делала крестиков на 18-й конве. Особенно в сочетании вот этой вот конвы от Dimensions и, опять же, ниток от Dimensions. Из-за именно наборов китайской сборки. Потому что в наборах американской сборки там нитки чуть тоньше. И там вообще никаких сложностей. Здесь, конечно, сложности есть. Но, несмотря на это все, я смогла на этой неделе продвинуть работу до 35,5%. Мне кажется, это здорово. Сейчас буду заниматься чем-то другим. Хотя пока что, если честно, нет ни малейших соображений, что это будет. Но сейчас буду думать. В любом случае, эта наша с вами вышивальная неделя подходит к концу. Наконец-то, наконец-то я возвращаюсь к вышивке, скажем так. Наконец-то у меня на нее... На какое-то время появилось большее количество времени. Так что-то надо закругляться. Потому что, действительно, у меня просыпается косноязычие. Это нехорошо. Следующая неделя должна быть хорошо активно вышивальной. Опять же, ввиду отсутствия большого количества тренировок. Посмотрим, что будет на следующей неделе. А пока что это все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.